Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Ситуация очень страшная. Все население находилось в смятении. 32 года спустя в «Анапе» вспоминали подвиг ликвидатора впоследствии аварий на Чернобыльской АЭС. Здесь в рядах МВД уже служат подготовленные спортсмены, начинают мастеров спорта. Внутриведомственная борьба. Сотни сотрудников МВД со всей страны сошлись на татаме в «Анапе». У вас появится уникальная возможность посмотреть все красоты «Анапы» с высоты птичьего полета. Курорт с нового ракурса. Самое высокое в «Анапе» колесо обозрения начинает работать. В хуторе Просторный капитально отремонтируют клуб на средства из краевого и муниципального бюджетов. Делегация курорта сможет выезжать на крупные федеральные форумы. А в субсехе на трех улицах появятся официальные адреса. В городе-курорте прошло заседание городского совета. Наталью Папандопула утвердили в должности начальника управления торговли. Она начала карьеру с рядового сотрудника на муниципальной службе два года. Будем на вас надеяться. «Анапу» будут активнее продвигать на федеральном уровне. На эти цели в городской программе по повышению инвестиционной привлекательности предусмотрят порядка 600 тысяч рублей. Средства получены за счет перераспределения между расходными статьями. Депутаты изменения поддержали. В селе Субсех появится сквер воинской славы. Теперь это официальное название. Его утвердили депутаты. Уже сформирован участок площадью более 5000 квадратных метров. Подготовлен проект. Также название получили три новые улицы. И в селе Субсех Анапского района присваивается наименование трех проездов. Проезд «Иземрудный», проезд «Агатовый», проезд «Алмазный». Для доступа и присвоения адресов к 70-ти земельным участкам, находящимся в собственности граждан. Порядка двух миллионов рублей с краевого бюджета поступили на ремонт и оснащение клуба в хуторе «Просторный». Еще 300 тысяч выделено из муниципального бюджета. В клуб хутора «Чекон» приобретут аппаратуры на 100 тысяч рублей. Кроме того, почти 116 миллионов рублей она получила на развитие инфраструктуры. Соответствующие изменения внесены в бюджет. Ольга Родина, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Ровно 32 года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Мирный атом вышел из-под контроля. Чтобы его обуздать, потребовались усилия более полумиллиона человек. В основном простых жителей, которых призывали через военкоматы. Сегодня в сквере боевой славы собрались ликвидаторы последствий той страшной аварии. Они вспоминали тех, кого уже нет, говорили и о проблемах. Расплавленная масса – один из элементов монумента. В первые часы температура в четвертом энергоблоке достигала 1000 градусов Цельсия. Горели графитовые стержни. Вода из пожарных рукавов просто не долетала до огня, испаряясь. В первые три месяца погибли более 30 человек. В основном персоналы пожарные. Но это было лишь начало. Я хочу от имени главы муниципального образования города Крутонапа Юрия Федоровича Полякова поблагодарить всех ликвидаторов. Я уверен, что благодаря тому героизму, той отваге, которую проявили 32 года назад герои, мы стоим сегодня здесь, на этой площади. И миллионы жизней были спасены. Ядерная катастрофа такого масштаба произошла впервые в истории. Ее причина – целый комплекс обстоятельств. Конструктивные недостатки реактора, помноженные на человеческий фактор, Леонид Кочетов в те дни находился в Киеве. Ситуация очень страшная. Все население находилось в смятении. Мыли и убирали не только тротуары и улицы, но и балконы, и дома. И никто не знал, как бороться с этой бедой. И никто не знал, как она потом отразится на жизни, на здоровье, на здоровье людей, на здоровье детей. Александр Абушка получил повестку из военкомата в 1987 году. Отказаться было нельзя, фактически измена. По приезду работал по специальности водителем, а также разбирал завалы. Им выдавали накопители, специальные счетчики, полученные радиацией, без каких-либо индикаторов. Приборы сдавали специалистам, которые вставляли их в считывающее устройство и что-то записывали в журнал. Однако точную дозу не знали даже они. Пройдут с этим дозиметром, там зашкаливают. Плажки поставят, вот здесь работает, туда и туда не ходим. Через пять минут подходит, он замеряет, там зашкаливает. А мы стоим там на этом месте. А у нас даже накопителя нет. Ну, приехал, еле ходили мы. Я приехал лично желто-зеленого цвета. Так вот на меня смотрели. Такая смена длилась не более трех месяцев. Сегодня в Анапе живут около 300 ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. В 1996 году федеральные власти приняли закон о социальной защите ликвидаторов. Сами они говорят, что с тех пор пакет льгот значительно урезали. Муниципальные власти намерены уже в ближайшее время обсудить с чернобыльцами их проблемы. А по результатам обратиться к депутатам законодательного собрания и Государственной думы. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сегодня в станице Гостогаевская случился пожар. В частном домовладении выгорели строения на подсобном участке. Из людей никто не пострадал. Возгорание произошло после 9 часов утра во дворе по улице Зеленая. На тушение прибыли два пожарных расчета из Гостогаевской и Воскресенском. Огонь уничтожил гараж с техникой и хозпостройки. Пострадала часть крыши и стены дома. Всего площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На тушение пожара у огнеборцев ушло меньше часа. Работали максимально оперативно, так как в постройках находились горючие материалы и три газовых баллона. Один из них взорвался, остальные успели вынести. Также на участке видно небольшую пасеку. По информации пожарных, ни пчелы, ни люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. Инспекторы пожарной охраны напоминают во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять без присмотра работающие электроприборы, следить за их исправностью, а также за состоянием проводки, осторожно обращаться с огнем. А в случае возгорания незамедлительно звонить по номерам 0111 39610 или 50050. В Анапе стартовали лично командные чемпионаты под дзюдо среди сотрудников МВД и образовательных организаций России. Более 400 участников встретились на татаме, чтобы продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом. По словам организаторов, это первый чемпионат, в котором принимает участие практически весь состав сборной команды страны. Среди спортсменов есть как начинающие дзюдоисты из учебных заведений, так и опытные борцы. Двое участников имеют звание заслуженных мастеров спорта. Чемпионат под дзюдо – очередная возможность отработать свои знания и навыки самообороны, ведь они особенно важны для сотрудников МВД. В преддверии чемпионата МВД вам предстоит тяжелая работа по охране и общественному порядку. И то, что вы сегодня занимаетесь именно физической подготовкой, я нисколько не сомневаюсь, что все сотрудники органов внутренних дел являются премьером. Именно здоровая физическая подготовка отличается на отличие от других. С каждым годом число участников растет. В этот раз на татаме сойдутся 54 команды со всей страны. Как отмечают судьи, это не только возможность испытать свои силы, но и получить бесценный опыт от заслуженных мастеров спорта и чемпионов мира. Новичков здесь нет. Если новички находятся на трибунах, то это очень важно для них, для повышения своего мастерства, посмотреть, как звезды борются. А здесь в рядах МВД уже служат подготовленные спортсмены, начиная от мастеров спорта. Поэтому здесь новичков нет, но для среднего класса спортсменов, конечно же, это очень важно выйти на одно татаме вместе с чемпионами, которые защищали честь страны на международной арене. Зюдо – это прикладной вид спорта как для полиции, так и для других органов безопасности, внутренней безопасности. Ну и просто красивый вид спорта. И также показывает, что наши структуры не просто могут сидеть в офисах, а действующие и реально подготовленные люди к любым задачам. Чемпионаты под зюдо среди сотрудников МВД и образовательных организаций России продлятся три дня. Победители получат грамоты и медали. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Вся Анапа как на ладони. В это воскресенье в детском парке «Книга джунглей» пройдет торжественное открытие самого высокого в Анапе колеса обозрения. Новый аттракцион монтировали в течение года. Были учтены все климатические и ландшафтные особенности территории, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности. В день открытия жители и гостей курорта порадует низкая цена на билет. А особо удачливые смогут увидеть Анапу с высоты птичьего полета абсолютно бесплатно. Вот такие великолепные виды открываются с вершины колеса обозрения, которое расположено в детском парке. Его высота составляет 70 метров. Для Анапы это новый рекорд. Аттракцион рассчитан на 180 человек. Всего 30 кабинок в каждой по 6 мест. Смотровое колесо устанавливали целый год, уделяя особое внимание вопросам безопасности. Учитывая все нюансы от температуры воздуха в жаркий день и возможной силы ветра до сейсмической активности, в каждой кабинке встроен дополнительный фиксатор, который не даст ей сорваться в случае чрезвычайной ситуации. Что касается технических моментов, то есть есть специалисты, которые следят круглосуточно, будут в процессе эксплуатации следить за техническим состоянием колеса. То есть если что-то вдруг даже, то есть возможность механическим способом прокручивать колесо и эвакуировать людей. То есть план «Б» у нас на все есть. Воздушная прогулка проходит в спокойно медленном темпе вот в таких удобных полузакрытых кабинках. В них комфортно себя будут чувствовать даже люди с боязнью высоты. Но самое главное – это виды на темно-лазурное море, местную архитектуру и цветущие деревья. Колесо обозрения станет первым аттракционом, запущенным в детском парке. Остальные начнут свою работу в следующем году. Уважаемые жители и гости города курорта Анапы, мы с удовольствием вас приглашаем 29 апреля в 12 часов на торжественное открытие самого большого колеса в городе курорте Анапы – колеса обозрения. И у вас появится уникальная возможность посмотреть все красоты Анапы с высоты птичьего полета. Только в это воскресенье приобрести билет можно будет по специальной цене всего за 150 рублей. На официальном открытии выступят лучшие анапские коллективы. Жители и гости курорта смогут испытать свою удачу на розыгрыше бесплатных билетов. Аттракцион будет работать с 12 часов до последнего посетителя. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Далее короткая информация о погоде на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 27 апреля в Анапе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем – 18-20 градусов тепла. Ночью – до 15 градусов выше нуля. Ветер юго-западный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.